Садитесь, дорогие! Всех сердечно приветствую, дорогая Церковь! Признаюсь, это уже третья внучечка. Господь благословляет наших детей, ну и нас в определенной степени, с моей возлюбленной. И это уже третье такое маленькое сокровище. Ну, почему маленькое? Большое сокровище. И я должен сказать, что, совершая подобную молитву, ну, всегда переживаешь и как-то особо себя проверяешь. Но позвольте такое вот личное что-то сказать. В этих случаях какой-то особый трепет. Уж не осудите, пожалуйста, за это. Во время земного служения Иисуса к Нему приводили детей и приносили для того, чтобы Он их благословил. Детей. Почему мы это делаем сегодня? Три участника этого действия божественного. Во-первых, это дети, которых приносят или приводят. Они посвящаются Господу. Во-вторых, это родители, которые удостоились стать родителями своего ребенка или своих детей. Я должен сказать Виталике и Сусанне, что родители тоже посвящаются. Посвящаются в том плане, что вызвать жажду по Богу у детей – это ведь наша высокая задача. Ну, не потому, что мы что-то можем сами. Написано, ничего мы не можем, да, без Его благодати. Но по Его благодати вот так жить, чтобы доченьке захотелось жить так же. Чтобы это была вот та вера, которая у бабки, у матери. Вы вспоминаете послание к Тимофею. Надеюсь, она в тебе, Тимофей говорит апостолу Павла. Вот таким образом такое движение. Поэтому всякий раз, я должен сказать, даже те родители, у которых несколько детей, или много детей, всякий раз ведь вопрос стоит, Господи, ну, хочу, как мы в этой песне поем, «Мой дом и я служить хотим». То есть, вот так хочу ходить, вот так хочу молиться, вот так вот, чтобы этот отклик, чтобы захотелось, захотелось по благодати Великой Богу, по Его любви и по примеру родителей. И, конечно же, третий, главный участник этого действа – это Господь. Если Господь не сожидит дома, напрасно трудятся строящие. Если Господа не будет в нашем служении, ну, кому оно вообще нужно? Если Господь не действует, кто действует? Без Господа у нас вообще ничего не получится. И мы понимаем, что зависимость от Него – это вот то, чего мы на самом деле желаем. Поэтому в этой молитве, в этой молитве мы будем как раз просить Господа, который решающий, вот Его голос-то решающий, за Ним последнее слово, и первое и последнее – Альфа и Омега, да? Чтобы Господь прикоснулся неизримо к этому сокровищу. И чтобы Господь вас, милые дети, благословил, благословил быть вот теми родителями, которые увидят, если жизнь продлится, свое дитя, которое откликнется на зов Его. Но, дорогая церковь, я имею привилегию сегодня совершать эту молитву, не хочу ее совершать без вас. Я хочу, чтобы мы вместе помолились Господу о том, чтобы Он незримо прикоснулся к этому дитя. Я приглашаю вас встать для молитвы. Любящий Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты создатель семьи. И я Тебя благодарю за любимого мужа и за нашу доченьку. Господь, я Тебя благодарю за то, что Ты нам подарил этот подарок. Помоги нам быть этим хорошим примером для нее. И помоги нам привить ей то, что никто не сможет отнять. Это любовь к Тебе и любовь к окружающим. И помоги ей быть этим светом для всех, с которыми она будет соприкасаться. Иисус, я прошу о том, чтобы Ты благословил ее, и мы приносим ее Тебе. Во имя Иисуса Христа прошу об этом. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы преклоняемся перед Тобой, благодарим Тебя за этот день, который Ты создал в нашей жизни. Благодарю Тебя за то, что некогда Ты спас в нашей жизни, и Ты пришел в этот мир для того, чтобы все отдать, для того, чтобы мы могли иметь спасение. Благодарю сейчас за этот день, благодарю за жену, за родителей, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за доченьку, которую Ты подарил нам, Господь. Благослови ее жизнь, молимся о ее развитии, молимся о том, чтобы в свое время она могла иметь живую спасающую веру, которая бы могла жить для славы Твоей, Господь. Устрой ее жизнь, веди ее, Господь. Благослови также и нас, как родителей, быть достойным примером, вести ее к Тебе всегда, вовремя и не вовремя, Господь. Помоги нам всегда жить для того, чтобы наша жизнь, она могла быть добрым примером для ее жизни. Слава Тебе за все, наш Господь. Аминь. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа нашего Господа, мы приходим в молитве к Тебе с полным сознанием нашей зависимости. И вот в этой молитве, Господь, принеся на руках молитвы, это маленькое дитя, Господь, сокровище. Я молю Тебя, Господь, излей Твою благодать на ее жизнь. Сопроводи, Господь, ее по жизни, Твоей охраной, помощью, защитой, развитием. Господь, я молю Тебя, чтобы она всегда была окружена Твоим попечением. И когда она придет в возраст, чтобы она сознательно, по благодати Твоей, приняла Тебя, Господа и Спасителя. Я прошу Тебя, благослови Виталика и Сусану, чтобы и они были добрым примером, святым примером по благодати Твоей для своего дитя, Господь. Благослови их семью, благослови их жизнь, их служение, чтобы служать Тебе ревностно. Они были также примером для своего наследия, Господь. Милосердный, я прошу Тебя, будь рядом в это сложное, смутное время. Пусть и эта крошка, она будет всегда пред Твоим светлыми очами, Господь, среди всех смут, непонимания, ненависти, разрухи. Господи, к Тебе приносим, милосердный, и просим Тебя об этом. Да благослови Тебя, Господь, и сохрани Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим помилует Тебя. Да обратит, Господь, лицессию на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще, дорогие, от вас подарок, вот, пожалуйста, пусть это будет вашим достоянием.